Всем привет, с вами Крым, глазами местных. Привет, друзья! Сегодня мы в Севастополе, и сегодня у нас необычный будет ролик. Видите, что у нас в руках? И с нами какой-то незнакомый человек. Давайте знакомиться, он нам сейчас расскажет что-то интересное. Давайте знакомиться, меня зовут Кирилл. Я автор и руководитель проекта иммерсивные экскурсии и шоу-погружения. Это иммерсивные спектакли в наушниках по городу. Такие аудиоспектакли, исторические, и не только. Ну, город-герой Севастополь. Конечно же, это будет очень интересно. Большая, просто могучая история. Поехали. Давайте окунемся в нее. Идет настройка. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Сергеевич. Я участник героической обороны, а затем и освобождения Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Я коренной севастополец. Давай прогуляемся по городу и погрузимся в мир воспоминаний. Я поведаю тебе множество удивительных историй. Очень интересно слушать. Прям мурашки по коже ты вот идешь. Я хочу сказать, это не просто экскурсия, это вот прям спектакль. С главными героями, второстепенными. Да, тут все в таком комплексе. Как кино, да, ты его просто смотришь своими глазами, и тебе вот человек рассказывает, что, допустим, было здесь раньше. Да, вот вкратце, вот мы подошли, он рассказал, что здесь вот не было центрального рынка, крест на Владимирском соборе также возвышался. Да, и тут, говорит, поступил звонок. Слышен шум моторов самолетов. Самолеты идут курсом на Севастополь. Да, и у нас реально тут пролетает самолет, то есть тут такой двойной 3D-эффект, да. Сейчас часто самолеты летают над Севастополем. Сейчас мы прошлись по улице Нефедова, да, и она здесь на пересечении улицы Партизанской. Вот именно в это место упали первые авиабомбы на территорию Советского Союза. 22 июня в 3.15, да? Да, были первые погибшие, да, в Великой Отечественной войне, именно здесь, в этом месте, в Севастополе. И здесь есть памятник жертвам, как раз-таки первым. Первым жертвам войны, да. А мы сейчас к нему подойдем. Да, пойдемте. Ну, как вы поняли, экскурсия посвящена полностью Великой Отечественной войне. Ой, очень хорошо актер рассказывает, прям мурашки по коже там и слышно. Ушам ударила артиллерийская канонада. Казалось, стреляет все и отовсюду. Люди стали выбегать на улицу, пока весь Советский Союз мирно спал. Не подозревая о скором начале войны, над базой Черноморского флота уже кружили бомбардировщики. И установлена такая гранитная плита в память первым жертвам Великой Отечественной войны на территории Советского Союза. Да, тогда еще не была объявлена война, а Севастополь уже получил порцию военной, так сказать, агрессии, да. Да, и люди, по сути, погибли, не зная, что произошло. В годы Великой Отечественной женщины держали на своих плечах тыл, воспитывали детей, защищали страну наравне с мужчинами. Они служили в Красной Армии и участвовали в партизанском движении, вносили свой неоценимый вклад в изгнание оккупантов и их полный разгром. Парк, где мы с тобой сейчас находимся, назван в честь одной такой женщины. Сейчас мы находимся на входе в Комсомольский парк имени Марии Байды. После войны она работала в ЗАГСе, 30 лет там проработала, но сейчас нам расскажут что-то интересное. Да, ЗАГС как раз вот напротив этого парка. Бойцы звали ее Бесстрашной Марусей за хладнокровие и отвагу, хотя в ту пору ей было всего лишь 20 лет. В одном из боев под Севастополем девушка вызволила из плена командира отряда и восьмерых бойцов. Когда-то рыли окопы и детей воспитывали. По сути тыла здесь не было, Севастополь был окружен, да, можно было только с моря подойти, поэтому город оборонялся полностью. Это была вот линия фронта в любом случае, целый город это фронт. Года два назад в этом парке провели реконструкцию, сейчас он выглядит так. Мы, кстати, сюда давно хотели заехать, все никак не получалось мимо проезжать. Очень много всего для деток, очень интересный, хороший такой парк для отдыха, много скамеечек, теневых зонах. Но у нас такое соприкосновение сегодня историческое, да, именно вот когда-то тоже 80 лет назад тут тоже хотели так же мамы погулять, да, с детьми. То есть, но у них были другие намного проблемы, они защищали свой город, своих. Отважно и дерзко бились за мой город советские снайперы. На их счету были тысячи убитых солдат врага. Была среди них и девушка, которую хорошо знали не только наши бойцы. Ее имя отлично знал и противник, знал и боялся. Леди Смерть. Так прозвали Людмилу Михайловну Павличенко западные союзники. Мне 25 лет. На фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. В 18 лет пришлось надеть военную форму санинструктору Жене Дирюгиной. Боевое крещение она приняла под Одессой. Потом была оборона Севастополя, участие в боях на Малой Земле. Весной 1944 года Женя участвовала в освобождении Крыма, вынесла с поля боя сотни раненых. Я не умею говорить речи, но с фашистскими собаками я умею хорошо разговаривать языком моего пулемета. Так говорила о враге пулеметчице 25-й Чапаевской дивизии Нина Анилова. За бесстрашие и мужество сослуживцы назвали ее Анка-пулеметчица, как знаменитую героиню фильма «Чапаев». В 1941-1942 годах она участвовала в обороне Севастополя. Сейчас мы вышли на улицу Большая Морская. Здесь в годы Великой Отечественной войны. Принимались очень важные решения по поводу обороны Севастополя, по поводу перевода заводов и фабрик на изготовление военной продукции. Это как раз было в здании напротив Большая Морская 7 адрес. То есть обо всем детально рассказывается. Очень интересно. В Штольне перебирались не только промышленные предприятия, но и школы. Всего в Севастополе было организовано 9 подземных школ. Классы, разместившиеся в катакомбах, не были приспособлены к учебному процессу. В крохотной комнатке меньше обычного школьного класса занималось до 60 человек. Особую важность приобретали уроки труда. Девочки, например, вязали теплые вещи для наших бойцов. Мальчики мастерили чайники, котелки, лампы из снарядных гильз. Все это отправляли на фронт. Ни в одном городе Советского Союза во время полной блокады школы не продолжали работу, кроме Севастополя. Мы с тобой вышли на угол площади Лазарева. В годы войны здесь стоял дом, в подвале которого работала школа. Только представь, что происходило внутри. К тоске пойдет Петя Трофимов. Петя, ты выучил стихотворение. Нет, вообще классно сделан спектакль. Ты слышишь и информацию, и фон музыкальный. Такое вот прям настроение, да? Ну да, создает атмосферу. Петя, ты выучил стихотворение. Горят города по пути этих полчищ. Разрушены села, потоп там рожь. И всюду поспешно и жадно поволчат. Творят эти люди разбой и грабеж. Но разве что люди никто не поменял. То, что ты видишь сейчас, построили уже после войны. А тогда, в 44-м, когда мы с Женей сделали здесь первую фотографию, улица лежала в руинах. Женя, иди скорее сюда. Улица Большая Морская. Это одна из самых главных улиц Севастополя. Она образовалась в начале 18-го века. Сейчас, конечно, она недавно. Недавно была реконструкция. Мы ее показывали, гуляли по этой улице. Смотрите, первая фотография. Как она выглядела после бомбежек. Посмотри, все разрушено. Ни единого дома не осталось. Хотя нет, уцелел купол Покровского собора. Выстоял. Никакой силе не удалось его разрушить. Улицу придется отстраивать заново. Да что там улицу? Весь город. Наверное, на это уйдут десятки лет. Но знаешь, Жень, мы обязательно доживем до того момента, когда город будет обновленным. Сделай кадр и пойдем дальше. После некоторого затишья начала 1942 года наступило время третьего, последнего наступления на Севастополь. Очень много было техники у немцев под Севастополем. Казалось, что все-все прям привезли сюда с Германии. 7 июня начался непрерывный штурм. К этому времени враг вдвое превосходил нас в живой силе. В район Бахчисарая немцы привезли адскую машину, артиллерийскую, да, Дора называется. Она была высотой в трехэтажное здание, и корректировкой занимались 250 человек. Две с половиной тысячи человек обслуживали орудия. Диаметр ствола у такой пушки был 80 сантиметров. За всю Великой Отечественную войну немцы ни разу не применяли столь масштабную артиллерию, как в Севастополе и в Сталинграде. Так, вот еще одна историческая сводка в виде фотографий. Стоим на том же самом месте. Мы подошли с тобой к синопской лестнице. В ее названии – память о славном подвиге севастопольского героя совсем другой эпохи – адмирала Павла Степановича Нахимова. Отсюда открывается вид на Севастопольскую бухту. Виден выход в открытое море, береговые батареи 19 века на северной стороне. Сейчас это место совершенно не похоже на то, каким я застал его в тот день. И вот он говорит, и лестницу новую построим, и все будет в зелени, и действительно, и новая лестница, и все в зелени. Да, сейчас такая информация поступает. Тоже Юлю даже прослезилось, как 80 тысяч советских граждан были здесь оставлены на произвол судьбы. В те последние дни обороны Севастополя, командование Приморской армии и Черноморского флота эвакуировалось на материк. А люди, все кто только мог, укрылись под уцелевшим бетонным массивом 35-й батареи. Люди тысячами стояли на обрывах, вглядываясь в ночной горизонт. Не мелькнет ли где спасительный огонек? Но корабли так и не пришли. Эвакуации из Крыма не будет. Эти слова командующего Северокавказским фронтом Семена Буденного стали приговором для 80 тысяч советских граждан, оставленных на произвол судьбы. Мыс Херсонес стал последним рубежом обороны Севастополя. Здравствуй, дорогой папа. Я не знаю, жив ли ты, но мама сказала обязательно написать тебе письмо. Очень скучаю по тебе. Я стала худенькая. Ты, наверное, и не узнал бы меня сейчас. В первые дни к нам приходили немцы. Было очень страшно. Мама меня крепко обняла и отпускала. Они кого-то искали в нашем доме. Один из них постоянно кричал на нас и тыкал автоматом. Тогда я в первый раз увидела немца. Нашу соседку расстреляли у меня на глазах. Оказывается, это она кого-то прятала у себя. Мы старались не выходить на улицу. Домой мама никого не впускала, даже родственников. Очень боялась за меня. Немецкая оккупация в Севастополе продлилась 22 месяца. За это время были расстреляны, повешены, сожжены около 27 тысяч местных жителей. Около 45 тысяч отправлены, так сказать, в рабство. Позже немцы узнали, что мама работает на заводе. Ей приказали ходить туда на работу. За это ей дают продовольственные карточки. И я иногда хожу за продуктами. Но все равно есть почти нечего. Чувство голода никогда не покидает. Я видела, как дети еще младше меня ходили по свалкам, собирали картофельные очистки и рыбьи головы с немецкой... До войны это была здравница, да? Сейчас детский и юношеский центр. Тоже посмотрите, контраст. В принципе, восстановлено, конечно, не все. Но вот колонны так и остались. Раньше этот дворец был одним из самых красивых зданий в городе. И вот во что он превратился сейчас. Давай сделаем снимок. Так говорят, что есть подземный вход внутри, который ведет под зданием в разные стороны. Но, кстати, мы находимся на Приморском бульваре. Кто не в курсе, мы здесь часто гуляли. За два года нацисты надежно укрепили подступ к городу. Протяженный массив Сапун-горы, который прикрывает Севастополь с юга-востока, они превратили в мощнейший оборонительный рубеж. Почти отвесные склоны горы немцы оборудовали линиями траншей, построили доты и дзоты, железобетонные укрытия и блиндажи, установили проволочные заграждения, а все подступы к Сапун-горе превратили в минные поля. Такие же мощные укрепления враг возвел и на Миккензиевых горах, расположенных к северу от Севастополя. Нацистское руководство приказало удерживать Севастополь любой ценой. И гитлеровцы готовились стоять на смерти. Впрочем, у них не было выбора. Черноморский флот готов был потопить любой вражеский транспорт, который выходил из Севастополя. Освобождение Крыма и Севастополя весной 1944 года поручили войскам 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии при поддержке Черноморского флота, Азовской военной флотилии и авиации дальнего действия. Наши решили перехитрить немцев. 5 мая войска 2-й гвардейской армии начали наступление на Севастополь с северной стороны. Это был отвлекающий маневр. Немцы отвели часть войск в этом направлении, ослабив свои позиции на основном направлении нашего лета. Очень интересная тема. Сейчас у нас фоновая музыка. Дойдем до следующего фонового объекта. Погружайся полностью в это актерское мастерство, которым владеют люди, участвующие в записи этой экскурсии. Просто потрясающе. Где-то мурашит, где-то слезы на глаза наворачиваются. Мы подошли с тобой к драконьему Остику. Видишь, он украшен барельефами с изображением драконов. С двух сторон они подбираются к старому севастопольскому герму. Словно бы военная опасность подступает к моему городу. Так в истории Севастополя было дважды. И оба раза мой город сражался изо всех сил. А помогал ему в этом грифон. Геральдический символ доблести и отваги. А это получается у севастопольцев традиция здороваться с мостом, да? Осталось у меня до сих пор. Мы пройдем с тобой несколько шагов и увидим памятник затопленным кораблям. Пожалуй, главный символ города. Если бы ты знал, как тяжело дались мне эти шаги в тот день. Ведь я не знал, что с ним, в каком он состоянии. Уцелел он или был уничтожен попаданием снаряда. В общем, мы услышали такой интересный факт, который меня лично шокировал. Получается, немцы, они на поездах сюда привозили гробы. Чтобы хоронить своих солдат. Да, когда, получается, наши начали прогонять их с северной стороны, они оставили там свои гробы и перебрались сюда. А нашим войскам нужно же было как-то переправляться сюда тоже, с северной стороны. Но лодок не хватало, поэтому они взяли немецкие гробы, промазали их чем-то. Ну, чтобы не промокали так сильно. Кто-то даже умудрился пулемет на гроб поставить. И на немецких гробах переправились сюда. То есть смерть немецкой армии приплыла к ним в их же гробах. Вот это информация, я такого не слышала. 9 мая 1944 года оказалось, что ровно за год до долгожданной победы мы сломили сопротивление неприятеля и ворвались в город. Над Севастополем взвелось победное знамя. Вражеские корабли, уходившие в море, топили наши манеки. Почти 200 тысяч советских людей, погибших в боях за Севастополь, были сполна отомщены. Ура! Женя, посмотри. Стоит, встречает нас. Да кто? Памятник. Памятник затопленным кораблям. Раз уж мы здесь, да, решили заглянуть на Графскую пристань. Тут стоит еще Херсонес, парусник. Ой, такое спокойствие, да? Ну вообще. Тишина и покой. Рыбку ловят. Катер, фотон. То есть это тот, который с балаклавы на пляже летом возит? Да. Работы по разминированию и восстановлению города начались с первых же дней после освобождения. Ежедневно на улицах Севастополя работали бригады пленных немецких и румынских солдат. Они расчищали завалы и обустраивали дороги для проезда транспорта и строительной техники. Уцелевшие стены пестрели надписями «Проверено, мин нет». А далее обязательно следовала фамилия старшего группы разминирования, который лично отвечал за проделанную работу. Это было железное правило. В феврале 1945 года Севастополь посетил президент США Франклин Рузвельт. «Масштабы разрушений так сильно поразили его, что на прощание он сказал, «Для восстановления вашего города понадобится 50 лет». Однако наши строители справились за 10». Этот мемориал посвящен второй героической обороне города. У его подножия горит вечный огонь. На темно-красных гранитных плитах перечислены названия всех частей и соединений Черноморского флота и Приморской армии, принимавших участие в обороне. Слева и справа от вечного огня по утрам стоит почетный караул. А чуть дальше – аллея городов-героев, которые, подобно моему Севастополю, вступили в смертельный бой с врагом и навсегда вписали свои имена в историю человечества. Это особенное место для каждого жителя города. Мне сложно подобрать здесь какие-то правильные слова. Они не могут передать и сотой доли тех чувств, которые с головой накрывают меня всякий раз, когда я оказываюсь здесь. Да слова и не нужны. Это место, куда приходит постоять в тишине. Все, что нам остается в конечном счете – это память о прожитых днях. Воспоминания делают нас такими, какие мы есть. Только благодаря им мы знаем, как жить дальше, что создавать, к чему стремиться и как сделать так, чтобы самые страшные страницы нашей истории не повторились больше никогда. Все получилось бегло, понятно, да? Мы ходили полтора часа где-то. Ну что, пробрало? Ну, меня пробрало несколько раз, но вот один раз прям сильно. Прям до слез. Прям до слез, правда. Это прям... Да, экскурсия на самом деле тяжелая, но ничего не выдумано. Это наша история. Сайт есть? Да, конечно, есть сайт, есть группа ВКонтакте, все, все сети есть, конечно же. Мы, наверное, там ссылочку где-то оставим. Конечно, ссылку бы оставим в описании. И, более того, для тех, кто придет от нас на экскурсию, будет скидка от полной стоимости 200 рублей. То есть полная стоимость составляет 700, для вас будет 500. И детские билеты 400 рублей. Ну да, и плюс еще льготы, детские билеты есть. Все для Крым глазами местных. Все для вас. Спасибо большое за такую экскурсию. Спасибо, очень было интересно. И прогуляться, очень хорошо, что это все происходит непринужденно. Почитал, и спектакль посмотрел, и все вживую увидел. И еще и в сравнении с этими фотками еще тех лет. Прочувствовали, знаешь, как называется. Пока, до встречи на наших экскурсиях в погружение. Вот это правильно, да, экскурсия с погружением. Название погружения, да. Хотим поменять название, но мы пока не знаем на какое. Не знаю, что название. Потому что у нас, если еще идет, у нас будут новые проекты, не только экскурсия, еще и новогоднее шоу, и детское шоу будут. Ну, и с виртуальными, с очками виртуальной реальности. Поэтому следите все за новостями, там, наверное, в группе. Удачи вам и развития. Спасибо, спасибо, что приехали.